Божьи слова на каждый день в руках Бога, под Его управлением, и можно даже сказать, что ни один человек не может существовать независимо от Бога. Никто не может этого отрицать, ибо это факт. Все, что делает Бог, идет во благо человечеству и направлено против козней сатаны. Все, что нужно человеку, происходит от Бога, и Бог является источником человеческой жизни. Таким образом, человек просто не способен существовать отдельно от Бога. Более того, у Бога никогда не было намерений отделиться от человека. Бог выполняет свою работу ради всего человечества, и его мысли всегда благи. Соответственно, что касается человека, то он должен познавать работу Бога и мысли Бога, то есть волю Бога, которые в совокупности представляют собой видения. Такие видения представляют собой также управление Бога, которое не под силу ни одному человеку. В то же время, в процессе своей работы Бог выдвигает к человеку требования, которые называются практикой человека. Видение – это работа самого Бога, или его воля в отношении человечества, или цели и значимость его работы. Видение можно также считать частью его управления, ибо это управление и есть работа Бога, направленная на человека. Иными словами, это работа, которую Бог совершает среди людей. Эта работа представляет собой свидетельство и путь, по которому человек приходит к познанию Бога, и она в высшей степени важна для человека. Если вместо того, чтобы обращать внимание на познание Божьей работы, люди обращают внимание только на доктрины веры в Бога, или на незначительные мелочи, тогда они просто не смогут познать Бога, и более того, не станут людьми по сердцу Бога. Работа Бога чрезвычайно полезна для познания человеком Бога, и эта работа называется откровением. Данные видения – работа Бога, воля Бога, а также цели и значимость Божьей работы. Они существуют ради блага человека. Практика подразумевает под собой то, что должно быть сделано человеком, то, что должно быть сделано творениями, следующими за Богом. Кроме того, это долг человека. То, что человек должен делать, это не то, что понималось человечеством с самого начала, а то, что Бог требует от человека в процессе своей работы. Эти требования постепенно становятся более глубокими и высокими в процессе работы Бога. Например, в период закона человек должен был следовать закону, а в период благодати человек должен был нести свой крест. Период царства иной. Требования к человеку гораздо выше, чем в период закона или в период благодати. Чем более возвышенными становятся видения, тем более высокие требования предъявляются к человеку, и тем яснее и реальнее они становятся. Аналогичным образом, видения тоже становятся все более реальными. Все эти многочисленные реальные видения не только способствуют человеческому послушанию Богу, но более того, способствуют его познанию Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин